МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Си-Би-Си. В студии я, Фарид Адилов. Для начала, коротко о главном. Развитие Азербайджана-Кыргызского стратегического партнерства, подготовка КОП-29 и региональная постконфликтная ситуация стали темами обсуждения на встрече между главами МИД Азербайджана и Кыргызстана. В Казахстане в зоне затопления из-за паводков оказались захоронения сибирской язвы. По сообщениям пресс-службы Министерства сельского хозяйства страны, эпизоотическая ситуация в этих местах пока что остается стабильной. Разделение экономик Китая и США имело бы катастрофические последствия, считает министр финансов США Дженет Йеллен после своего визита в КНР. В Китае же выражают надежду, что Вашингтон примет меры для прекращения санкций в отношении китайских компаний. Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поездку в Гаджигабульский район. Глава государства принял участие в открытии автомобильной дороги Муган-Беринджи, Пашалы-Икинджи, Пашалы-Шорбачи, Беринджи-Удуллу, Тагалы-Икинджи, Удулу-Губалы Гаджигабульского района. Я ознакомился с комплексом ирригационных установок для подачи оросительной воды посредством насосной станции из реки Кура на 4200 гектаров земельных участков, принадлежащих ООО «Агродейри». Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Кыргызскую республику встретился с коллегой Джейнбеком Колубаевым. Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел в соцсети ИКС. Отмечается, что стороны провели встречу один на один. В рамках визита в Кыргызстан глава внешнеполитического ведомства Азербайджана посетил мемориальный комплекс «Атабиит» в Бишкеке. Министр возложил комплексу «Венок». Азербайджанская делегация почтила память лиц, отдавших свои жизни за суверенитет Кыргызстана. Затем делегация посетила могилу выдающегося кыргызского писателя Чингиза Айтматова. К ней также были возложены цветы. 8 апреля с 23.35 до 23.45 по местному времени подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Хознавар, Ханазах и Аравузгерского района, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции армии Азербайджана в направлении населенных пунктов Саденлар, Хюсюлю, Малыпейли и Джагазур Лачинского района. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана. По всем указанным направлениям подразделения ВС Азербайджана приняли адекватные меры. Ну а от деструктивные шаги Еревана мы обсудим с гостем. К нам подключается Роза Байрамлы, советник Центра анализа международных отношений. Роза Ханам, здравствуйте, как слышите нас? Здравствуйте, спасибо, хорошо. Отлично. Роза Ханам, скажите, пожалуйста, вот с чем связаны участившиеся в последнее время обстрелы со стороны армянских вооруженных сил? И, иными словами, чего добивается Армения? В первую очередь я бы хотела отметить, что недавнее напряжение между правительством Армении и сепаратистами армянскими вызывало много вопросов. Также стоит отметить, что премьер-министр Никол Пашинян в своем заявлении отметил, что он отказывается принимать какое-либо правительство в изгнании. Но, несмотря на это, премьер-министр не стремится как-либо остановить их деятельность на территории страны. Это все дает возможность полагать, что данные реваншистские настроения в Армении отвечают интересам нерегиональных сил, которые не заинтересованы в установлении мира на территории Южного Кавказа. Не случайно все это произошло после заявления президента Азербайджанской республики от 14 марта касательно того, что мир с Арменией ближе, чем когда-либо. Это все указывало на проведение провокаций в Армении на границе Азербайджана, на условной границе государственной. Также стоит отметить, что новости, распространенные Азербайджаном, касательно консолидации военной техники вдоль условной государственной границы, были распространены. Однако, данные новости были опровергнуты как миссией Европейского Союза, дислоцированной в регионе, так и армянской стороной. Но, тем не менее, мы видим, что провокации все-таки осуществлены. Видимо, данные провокации отвечают интересам некоторых стран вне региона. Да, говоря вот как раз об интересах стран вне региона, вот долгое время на условной границе наблюдалось затишье, а теперь же мы видим, что ситуация кардинально изменилась после визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюссель. Вот как вы думаете, могли ли наши так называемые партнеры из Запада сыграть в этом свою роль? Информация о том, что военные вопросы безопасности не будут обсуждены на встрече, была дана господином Блинкену, господину Алиеву во время телефонного разговора. Однако, как мы видим, видимо, это не соответствует действительности. Достойко отметить, что азербайджанская сторона выражала свою обеспокоенность данной встречей. Это была первая встреча, которая вызвала столько вопросов. Но, несмотря на это, западные стороны, точнее, господин Блинкен уверял господина Алиева, что никаких поводов к беспокойству нет. Однако, мы видим, что Запад может быть заинтересован в создании нестабильной обстановки в регионе, что очень противоречит нашим интересам, интересам Азербайджана. То есть, позиции Азербайджана, как известно, власти Азербайджана всегда были сторонниками того, чтобы в регионе, в глобальном плане всегда у нас была стабильность. Однако, как мы видим, ни западная сторона, ни армянская сторона не заинтересованы в установлении мира. А вот почему в последнее время мы наблюдаем затишье в переговорном процессе? Тот же Никол Пашинян до недавних пор встречался с жителями приграничных сел, которые должны были быть возвращены Азербайджану, которые по праву принадлежат Азербайджану. И Никол Пашинян, в частности, заявлял о необходимости их возвращения под контроль Баку. Сейчас же мы видим совсем иной подход главы армянского правительства. То есть, с чем это связано, на ваш взгляд? Опять-таки, я считаю, что это, наверное, связано больше с заинтересованностью вне региональных сил, в римашистских настроениях, как я уже сказала. Также мы видим, что слова Никола Пашиняна и его действия, они не соответствуют друг другу. То есть, в принципе, он осуждает армянских сепаратистов и их деятельность, но при этом он не предпринимает никаких шагов для остановки их деятельности. Поэтому, видимо, Никол Пашиняна и власти армении сами не заинтересованы в установлении мира, в мирном процессе, в принципе. А вот почему региональные державы не реагируют должным образом на вмешательство, скажем так, третьих сторон, государств, которые не имеют отношения к этому региону в целом, в дела Южного Кавказа? Я думаю, также ситуация в мире в целом, она в данный момент достаточно стабильна, что тоже может сказаться на данном процессе. Война между российской стороной и украинской также имеет свое влияние. Помимо этого, западные страны, как мы видим, пытаются вмешаться, можно сказать, уже в открытую, в происходящие тут процессы. Поэтому, возможно, мировые процессы и глобальные вопросы, они мешают региональным игрокам вмешаться в данный процесс. Большое спасибо, Роза Ханом. Спасибо, что подключались к нам. А я напомню, что с нами на прямой связи была Роза Байрамлы, советник Центра анализа международных отношений. Ну а мы продолжаем. В Ханкенде обнаружено большое количество оружия и боеприпасов. Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате мер, осуществленных сотрудниками полиции, 8 апреля, на территории города обнаружено и изъято 7 единиц автоматического оружия, 1 пулемет, 3 винтовки, 7 гранат, 68 обоим, 1840 патронов различного калибра, 11 штык-ножов, одно устройство связи и другие боеприпасы. В соответствии с планом боевой подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, вертолетные подразделения военно-воздушных сил выполнили учебно-тренировочные полеты. Накануне полетов были проверены теоретические знания личного состава. До сведения военных летчиков были доведены правила безопасности. Вертолеты выполнили полеты по установленным маршрутам, совершив вылеты с аэродрома в базирование. Были выполнены задачи по взлету и посадке в дневное и ночное время, введению в воздушные разведки, а также по другим видам деятельности. Задачи, поставленные в ходе учений, проводимых в целях повышения боевой готовности, подготовки и практических навыков летных экипажей были успешно выполнены. США готовы сыграть любую возможную роль в содействии диалогу между Азербайджаном и Арменией. Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер. Но анонсировать какие-либо конкретные предстоящие он не стал. Мэтью Миллер отметил, что США очень ясно дали понять, что путь решения этого вопроса в конечном итоге проходит через переговоры. В декабре 2023 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен надеется вскоре принять министров иностранных дел Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзаяна в Вашингтоне для проведения переговоров по мирному соглашению. Накануне Армения заявила о предоставлении Баку новой восьмую редакцию предложений по мирному договору. Работа над текстом мирного договора ведется напрямую между Баку и Ереваном. Украина может вступить в НАТО, об этом заявил руководитель Госдепа США Мэтью Миллер. При этом это может произойти только после завершения конфликта, отметил Миллер. Он также подтвердил, что переговоры, связанные со вступлением Украины в НАТО, продолжаются. Накануне с аналогичным заявлением выступила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит. По ее словам, для приема Украины в Альянс необходимо выполнение двух условий, а именно согласие с этим всех его членов и завершение военного конфликта в стране. Мы ясно озвучили свою позицию. Процесс вступления Украины в Североатлантический Альянс может продвигаться вперед только после завершения конфликта. В НАТО ведутся обсуждения в этом направлении. И по итогам июльского саммита НАТО в Вашингтоне, Украине будет предложен конкретный результат, который станет мостом к членству в Альянсе. Конгресс США призвал внести на рассмотрение законопроект о предоставлении помощи Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Отметив, что из-за бездействия американского конгресса Украина уже теряет позиции на фронте. Пресс-секретарь Белого дома отметила, что если бы спикер Палаты представителей Майк Джонсон внес на рассмотрение законопроект о помощи Украине, то этот документ получил бы преимущественную поддержку. «Мы видели, как за последние несколько недель, несколько месяцев Украина теряет позиции на поле боя. И это из-за бездействия Конгресса появился серьёзный дефицит боеприпасов у ВСУ. Мы должны продолжать нашу поддержку, как мы поддерживали украинцев уже более двух лет. Ведь они борются за свою свободу и демократию». В ходе официального визита в Китай и переговоров в Пекине министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность китайским партнёрам за поддержку и защиту суверенных прав российских граждан в соответствии с Конституцией. Министр подчеркнул, что результаты недавних выборов подтвердили глубокое доверие российского народа к своему лидеру и курсу внутренней и внешней политики, пишет пресс-служба российского МИД. «Вы начали своё вступительное слово с упоминания недавно состоявшихся выборов президента Российской Федерации. Они проходили в условиях жёсткого внешнего давления со стороны Запада, всплеска террористических атак киевского режима, участились обстрелы, как вы знаете, российских городов, которые привели к жертвам среди мирного населения. Зафиксированы многочисленные попытки хакеров взломать нашу избирательную систему. Но голосование прошло успешно. Ничто не помешало свободному волеизъявлению, причём рекордному волеизъявлению российских избирателей, в чём могла убедиться и делегация наблюдателей от правительства Китайской Народной Республики. Мы признательны за направление ваших наблюдателей для участия в этом важнейшем событии в России. Си Цзиньпин, как вы сказали, в числе первых направил поздравления избранному президенту Путину. И мы признательны в целом китайским друзьям за такую поддержку». Сергей Лавров ответил стремление Москвы к укреплению стратегического партнёрства с Пекином. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что благодаря усилиям лидеров двух стран российско-китайские отношения достигли нового беспрецедентного уровня партнёрства и взаимодействия. По словам Лаврова, сегодня взаимодействие двух стран превосходит уровень военно-политического сотрудничества времён Холодной войны и не направлено против третьих сторон. Отношения Москвы и Пекина при этом основаны на принципах уважения, равноправного партнёрства и доверительного диалога. Мы видим, что благодаря лидерам российско-китайские отношения, всеобъемляющего партнёрства и стратегического взаимодействия вышли на беспрецедентный уровень, без всякого преувеличения. И с переизбранием Владимира Путина преемственность линии на их всестороннее укрепление, конечно же, получила дополнительные гарантии. Благодарю китайскую сторону за соболезнования с терактом в Подмосковье 22 марта этого года, за поддержку борьбы России с терроризмом. Все причастные, безусловно, понесут наказание, а наше сотрудничество по контртеррору будет продолжаться, в том числе и в рамках многосторонних институтов. Талые воды подтопили на территории Казахстана 8 скотомогильников и 14 захоронений с сибирской язвой. Об этом сообщили в отделе ветеринарно-санитарной безопасности областного управления ветеринарии. Согласно информации, большинство захоронений находятся в Сырымском районе. Споры сибирской язвы способны долгое время оставаться в почве. В целях профилактики все поголовье скота будет содержаться под наблюдением ветеринарных служб и в кратчайшие сроки вакцинировано против сибирской язвы. Специальные комиссии продолжают работу по определению потерь скота в личных подворьях и крестьянских хозяйствах. Но эта работа осложняется тем, что некоторые населенные пункты все еще находятся под водой. А к части из них нет подъездных дорог. Дата ввода израильских войск в Рафах уже определена. Об этом объявил премьер-министр Израиля Бенемини Таняху. Глава правительства также подчеркнул, что достижение мира с Хамас возможно при одном условии – освобождении всех израильских заложников. Израиль работает над тем, чтобы добиться полной победы над Хамасом. И это станет возможным только при вводе войск в Рафах. Об этом сказал премьер-министр Израиля Бенемини Таняху. Заявление было сделано в то время, когда в Каире проходил очередной раунд переговоров между Израилем и представителями Хамаса. Сегодня я получил подробный отчет о переговорах в Каире. Мы постоянно работаем над достижением поставленных целей, в первую очередь по освобождению всех заложников и над тем, чтобы добиться полной победы над Хамасом. Эта победа требует вторжения в Рафах. Это произойдет. Дата назначена. Телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на источники сообщил, что никакого прогресса в ходе переговоров между представителями Израиля и Хамас достигнуто не было. И делегаты покинули Каир. Еврейское государство, как и прежде, выдвигало единственное условие – освобождение заложников. Хамас, в свою очередь, потребовало возвращения палестинцев в северную часть сектора газа и вывода израильских войск. Израильская делегация не отреагировала ни на одно из требований Хамас, сообщает «Аль-Джазира». Президент Турции Раджеп Таип Эрдоган накануне в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль-Саудом заявил, что исламский мир должен еще более сплотиться. «Исламский мир должен приложить еще больше усилий, действовать продуктивно и продемонстрировать единство, чтобы как можно скорее положить конец атакам Израиля на Палестину и чтобы было исполнено решение Совета безопасности ООН о прекращении огня». Египет, Катар и Соединенные Штаты выступили посредниками в заключении недельного перемирия между Израилем и Хамас. Оно закончилось в конце ноября 2023 года и включало обмен палестинских заключенных на израильских заложников и дополнительные поставки гумпомощи в газу. В конце марта Совбез ООН принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в Газии, но обеим сторонам конфликта еще предстоит ее выполнить. Эллада Мамедова, CBC. Миссия Европейского Союза под названием «Спайдес» в Красном море за два месяца сопроводила 68 судов и отразила 11 нападений. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе. По словам Борреля, Европейский Союз был вынужден вмешаться в ситуацию в Красном море, так как хуситы препятствовали свободе навигации. Он подчеркнул, что торговля оказалась под угрозой, а цены на судоперевозки выросли. Верховный представитель ЕС также заявил, что миссия евродипломатии сугубо оборонительна и не проводит никаких операций против еминской группировки «Ансар Аллах». Менее чем за два месяца после запуска операции было сопровождено 68 судов, отбито 11 атак. Эта миссия действует активно и подвергается опасности, но ее задачи исключительно оборонительны. «Мы не задействованы в каких-либо операциях против хуситов. Мы хотим сохранить каналы связи с Ираном открытыми. Мы призываем Иран проявить сдержанность и повлиять на данную ситуацию, чтобы избежать эскалации, в частности, в отношении хуситов. Но я не думаю, что Иран имеет полный контроль над принятием решений хуситами». По меньшей мере, 94 человека погибли в Мозамбике в результате затопления парома из-за перегрузки. Об этом сообщил «Рейтер» со ссылкой на местные власти. По их данным, на корабле находились 130 человек. Судно было перегружено и не подходило для перевозки пассажиров. Спасатели нашли пятерых выживших. Двое из них были госпитализированы, 26 человек числятся пропавшими без вести. По одной из версий, корабль подвергся действию приливной волны. Начато расследование для установления причин кораблекрушения. Более ста человек стали жертвами экстремальной жары в Мали в последние недели. Об этом сообщила медиагруппа BBC. По данным СМИ, в больницу имени Габриэля Туре в столице страны Бамако поступили 102 пострадавших от перегрева в результате высоких температур, которые позднее скончались. Отмечается, что на минувшей неделе в городе Каес на юго-западе страны была зафиксирована температура воздуха 48,5 градусов по Цельсию, что стало историческим максимумом для апреля на территории всей Африки за время наблюдений. Специалисты связывают небывалую для Мали-Жару с погодным явлением Эль-Ниньо. Африканские метеорологи предупреждают, что Эль-Ниньо будет активно влиять на погоду в различных частях мира до июля 2024 года, после чего его влияние начнет ослабевать. Накануне в Баку состоялась официальная церемония награждения победителей Второго национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ, учрежденного Национальным олимпийским комитетом. В мероприятии приняли участие вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейн-Заде, Генеральный секретарь Нок Азер Алиев, известные спортсмены. Победителем в номинации промо и рекламные ролики стал ролик «Сияй как звезда», представленный Федерацией гимнастики Азербайджана. Рекламный ролик Федерации дзюдо Азербайджана «Будущее нашего дзюдо» стал победителем в номинации «Будущие победители». Федерация добилась еще одного успеха на фестивале с рекламным роликом «Девушка белая к лицу» в номинации «Нежный герой», в номинации «Спорт ради жизни» первого места удостоился телевизионный фильм «Я неизвестная» Зулиха Гаджиева телеканала «Идман ТВ». Документальный фильм «Победа – это вера», подготовленный медиаорганизацией «90+.» Был признан жюри победителем в номинации «Сильная воля» на церемонии. Также были награждены участники, удостойные специальных наград Оргкомитета фестиваля, Общественного объединения «Клуб дзюдо-2012» и Национального олимпийского комитета. Стоит отметить, что победителем в номинации «Сильная воля» за фильм «Гейдер Али» в вклад великого лидера в азербайджанский спорт награды стал спортивный редактор и телеведущий CBC Эмин Ахмедов. Я думаю, что это очень важно для того, чтобы спортсмены и спортивный мир чувствовал всегда внимание к себе со стороны средств массовой информации, государственных структур, коммерческих организаций. Наш фестиваль, в принципе, способствует этому. И это та самая плодородная платформа, которая была создана, на которой, я думаю, будут взращиваться очень интересные совместные проекты, посвященные спортсменам, каким-то видам спорта, сотрудничеству федераций с телевизионными компаниями, с коммерческими организациями. То есть здесь всесторонняя возможность для творческого обмена и плодотворного налаживания связей. В Азербайджане обсуждены вопросы макроэкономической и финансовой стабильности. Тему продолжим в выпуске экономических новостей, которые представит моя коллега Салатын Мирзаева. Добрый день, Салатын. Так, какие основные направления были затронуты на заседании экономического совета? Добрый день, Фарид. На повестке находились вопросы денежной политики, развития банковского и страхового секторов, а также сельское хозяйство. Это другие новости. Представим в выпуске Финтаймс и Карбарен. Итак, вопросы макроэкономической и финансовой стабильности в Азербайджане обсуждены на очередном заседании экономического совета, которое прошло накануне под председательством премьер-министра Али Асадова. Рассмотрены основные направления денежной политики, развития банковского и страхового секторов. Также обсуждены вопросы производства продукции агропромышленного комплекса, продовольственной безопасности, эффективного использования земель и текущее состояние экспорта сельхозпродукции. Среди прочих тем, цели и вызовы на 2023-2024 годы – применение в таможенной сфере, основанной на искусственном интеллекте автоматизированной системы анализа рисков и возможностей исламского банкинга. Между тем, начато строительство автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище Гёзли-Кёрпюк-Альбаджар. Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана. Двуполосная дорога протяженностью в 80 километров, шириной проезжей части в 9 метров, будет соответствовать второму техническому классу. На магистрале планируется построить шесть мостов. Реализация данного инфраструктурного проекта сыграет важную роль в социально-экономическом развитии, освобожденных от оккупации территорий, отмечает в госагентстве. Властер Китая и России будет совместными усилиями противодействовать политике силового давления и попыткам подорвать глобальные цепочки поставок. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым. Китайский дипломат уточнил, что в этом году Пекин и Москва готовятся к тесным контактам на высоком уровне в различных форматах, что будет способствовать укреплению двусторонних связей. Также стороны намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС, отметил Лавров. Глава внешнеполитического ведомства России с 8 по 9 апреля находится в Пекине с официальным визитом. В Джизакской области Узбекистана запущено строительство промышленной зоны, специализирующейся на металлургии и солнечной электростанции. Президент Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии запуска новых проектов. В прошлом году в стране промышленность выросла на 6%. Произведено продукции без малого на 52 миллиона долларов. Запущено 4600 промышленных объектов, подключены к сети 7 тепловых, солнечных и ветровых электростанций общей мощностью в 2,5 гигаватта. Иностранные инвестиции на 14 миллиардов долларов направлены на строительство 31 электростанции общей мощностью 12 гигаватт. За счет развития альтернативной энергетики доля зеленой энергии в производстве должна достигнуть 30% в текущем году. Мы проводим эти работы с целью создания достойных условий жизни для нашего народа и обеспечения бесперебойного энергоснабжения для развития нашей промышленности. Это уже стало хорошей традицией во всех регионах. Первый из заложенных накануне комплексов является металлургической промышленной зоной, где планируется реализовать 7 проектов на полмиллиарда долларов. Второй – солнечная электростанция мощностью 500 мегаватт. Стоимость совместного с китайскими инвесторами проекта составляет 350 миллионов долларов. Здесь будет производиться более 1 миллиарда киловатт-часов зеленой энергии в год. Это улучшит энергоснабжение 450 тысяч домохозяйств. Казахстан и Китай создают научно-исследовательский центр по борьбе с засухой. Между двумя странами подписан меморандум, который предусматривает исследования в сферах космоса, агробиоресурсов, экологии и медицины. Основной целью сотрудничества является развитие сельского хозяйства стран, расположенных вдоль Великого Шелкового пути на основе инновационных технологий водосбережения. Тем временем в Казахстане планируют в ближайшее время провести аукционы по сотням месторождений. Об этом заявил министр промышленности и строительства Канад Шарлапаев на встрече с президентом Касымжом Артамтакаевым. Площадь покрытия геолога геофизической изученности территорий Казахстана составила 1 млн 910 тысяч квадратных километров. Только за последние месяцы на госучет поставлено 25 месторождений. Открытие доступных для геологоразведки территорий по программе управления государственным фондом Недр увеличило рост частных инвестиций в разведку твердых полезных ископаемых в 2,5 раза, сообщил министр. По итогам двух месяцев 2024 года рост обрабатывающей промышленности составил 7,4%. Наибольший рост показали сейчас металлургия, машиностроение, химическая отрасль. Я также доложил, что в прошлом году мы провели в прозрачном и открытом виде аукционы на геологическую разведку месторождений в Казахстане. Впервые в этих аукционах поучаствовали крупные международные компании, такие как Креатинта, Фортес Ю и многие другие, что доказывает, что существует значительный интерес к горнодобывающей индустрии со стороны международных инвесторов. Участие в аукционах крупных мировых компаний указывает на растущую конкуренцию за возможность исследовать потенциально богатые ресурсы, которые пока не освоены в Казахстане. Многие из месторождений, которые будут выставлены на ближайший аукцион, были недавно возвращены государству после ревизии договоров с недобросовестными недропользователями. Это обещает возобновление добычи на некоторых неэксплуатируемых месторождениях. Разделение экономики Китая и США имело бы катастрофические последствия, и Штаты к нему не стремятся. Об этом глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила на пресс-конференции в Пекине, подводя итоги своего пятидневного визита в КНР. Положительно оценил данное заявление Вашингтона заместитель министра финансов Китая Ляо Минь. Он выразил надежду, что США предпримут конкретные действия для прекращения санкций и ограничений в отношении китайских компаний. В рамках поездки Джанет Йеллен обсудила со своим китайским коллегой Лань Фауанянем вопросы финансового развития и поддержания каналов связи между двумя странами, а также другие вопросы. В ходе встреч на этой неделе я ещё раз подчеркнула, что Соединённые Штаты не стремятся к разрыву с Китаем. Наши экономики глубоко интегрированы, и полное разделение имело бы катастрофические последствия для каждой. Даже применяя меры по диверсификации цепочек поставок, мы стремимся сохранить более широкие торговые и инвестиционные отношения, которые могут принести пользу американским компаниям и специалистам. Китай является ключевым рынком для американских товаров и услуг, а конкуренция между нашими фирмами способствует большому динамизму и инновациям в американской промышленности. Глава Минфина США также предупредила Пекин. Вашингтон не согласится с тем, чтобы новые отрасли промышленности пострадали в результате импорта из Китая. По завершении визита Джанет Йеллен заявила, что президент Джо Байден не допустит повторений китайского шока начала 2000-х. Тогда поток импорта из Китая привёл к потере приблизительно 2 миллионов рабочих мест в американской обрабатывающей промышленности. Я особенно беспокоенна тем, что сохраняющиеся макроэкономические дисбалансы Китая, а именно слабое потребление домохозяйства, чрезмерные инвестиции бизнеса, усугубляемые масштабной государственной поддержкой отдельных промышленных секторов, приведут к значительным рискам для рабочих и бизнесов США и остальном мире. Наши опасения не являются исключительно американскими. Они также отражают мнение нашей страны. Наши союзники в Европе, Японии и на развивающихся рынках в Мексике, Индии и других странах. Так что это широкомасштабное беспокойство. Между тем, Федеральная резервная система США планирует повысить процентные ставки до 8% и более, что связано с устойчивым инфляционным давлением. Об этом говорится в ежегодном письме акционерам главы банка J.P. Morgan Chase & Co. Джейми Даймона. По его мнению, факторами, которые будут стимулировать инфляцию, являются бюджетные расходы, ремилитаризация мира, реструктуризация глобальной торговли. Также это потребность в инвестициях в зеленую экономику и возможный рост стоимости энергоносителей на фоне нехватки вложений в инфраструктуру данного сектора. Вероятность мягкой посадки американской экономики намного ниже, чем ожидает рынок, который оценивает эту вероятность в 70-80%. ФРС может быть вынуждена продолжать повышение ставки, так как факторы, которые разогревают инфляцию, пока не показывают признаков ослабления. Однако дальнейшее агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы несет риски для экономики США. Этот процесс может спровоцировать рецессию, считают аналитики. И если регулятор проявит нерешительность в борьбе с инфляцией, это также может нести негативные последствия для американской экономики. Золотые резервы Китая увеличивались в марте уже 17-й месяц подряд. Об этом говорят данные Народного банка КНР, который на фоне роста котировок на драгоценные металлы последовательно закупал физическое золото для пополнения резервов. В результате общий объем слитков, хранящихся в китайском Центробанке, составил 72 миллиона 740 тысяч унций к началу апреля. Это более 2 миллионов килограмм. Рост за март составил 160 тысяч унций. Между тем, вчера цены на золото выросли до очередного исторического максимума 2353 доллара за унцию. Это связано с продолжающейся глобальной геополитической напряженностью и увеличением золотых запасов центральных банков. Между тем, новая валюта в Зимбабве снизит годовую инфляцию до 2-5% к концу года, а месячную – до менее 1%. С таким ожиданием поделился глава Национального банка страны Джон Мушайя Анваху. Накануне в африканской стране заменили свой доллар новой валютой ЗИК. Она обеспечена корзиной из иностранных валют, золота и других драгоценных металлов. Банкам страны предстоит конвентировать всю свои балансы в единую новую единицу ЗИК, которая будет выпускаться в виде купюр и монет, а также может упростить денежно-финансовые отношения, внести в них определенность и предсказуемость, отметил глава регулятора. При этом ставка для заимствований в ЗИК составит 20% против максимальных во всем мире 130% для прежней валюты. Обменный курс к доллару США будет составлять 13,5 зимбабских золотых. По данным Bloomberg, это уже шестая попытка африканской страны создать функциональную местную валюту с 2008 года, когда инфляция в стране превысила 500 млрд процентов. Евросоюз достиг предварительного соглашения о тарифах на импорт украинской аграрной продукции. Она, как считают в блоке, дестабилизирует европейские сельскохозяйственные рынки. По данным Reuters, накануне европейские законодатели пришли к соглашению, которое одобрила Бельгия. Для полного принятия тарифных мер потребуется согласие остальных стран ЕС и утверждение Европарламента. Ранее Европарламент не согласовал предложение Еврокомиссии продлить на год беспошлиный ввоз сельхозпродукции из Украины в ЕС. Как заявил позднее замминистра экономики торговый представитель Украины Тарас Качка, ограничение Евросоюзом импорта сельхозпродукции из Украины на уровне 2021 года будет фатальным для экономики страны. Международный аэропорт Стамбула будет использовать возобновляемые источники энергии. Впервые в мире солнечная электростанция станет обслуживать воздушную гавань. С этой целью в Эске-Шахаре к концу текущего года планируется построить и ввести в эксплуатацию гигантскую солнечную электростанцию. Здесь установят 439 тысяч фотоэлектрических панелей. СЭС займет территорию – около миллиона квадратных метров. Здесь ожидается выработка 340 миллионов киловатт-часов энергии ежегодно. Инвестиции в проект составят 212 миллионов евро. По предложениям, солнечная энергия предотвратит выброс углекислого газа и парниковых газов в объеме почти 106 тысяч тонн. Между тем, Турция подала заявку на участие в проекте Международной научной лунной станции. Его организаторами выступают Россия и Китай. Как сообщил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, планируется участие и других стран. В прошлом году к проекту присоединились Венесуэла, ЮАР, Азербайджан, Пакистан, Беларусь и Египет. Россия и Китай подписали межправительственное меморандум о сотрудничестве в области создания лунной станции в 2021 году. Тогда же была представлена дорожная карта строительства совместной лунной базы. Предполагается, что оно завершится в 2035-2040 годах. На этом у нас все. А мы продолжим следить за актуальными событиями в сфере экономики. Благодарю, Салатын. Я напомню, что наиболее актуальные экономические новости представила моя коллега Салатын Мирзаева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин